Ну, а теперь баны. Баны Complexity, баны No Logic Gaming. Последние баны на данной карте. Последние баны сегодняшнего игрового дня. В рамках турнира Global Sports Cup от Game Show. Да, в наших соцсетях вы можете найти много чего интересного. Допустим, там в Твиттере и так далее. В Инстаграме куча фоточек. Куча фоток сделал журналист, прибывший к нам с сайта GhostGamers. Соответственно, GhostGamers на это сможете найти. Множество фоточек, а то и видео. Репортажей. Ну и много чего еще. В том числе и Андрей. Он же в SEO много интервью для вас подготовил. Скорее они будут также выпускаться. Alchemic в бан и Виверна в бан отправляется также от команды Complexity. Не хватало на самом деле и ее, потому что этот герой реально будет смотреться довольно-таки имбово. Учитывая, что смысл тут в том, чтобы герокоптер даже через БКБшку могли бы его задизейблить. А Виверна как раз таки является одним из тех героев. В том числе был забанен Бэйн, кто через БКБ дизейбли. Ну и по сути надо выбрать кого-то еще на Ologic Gaming, кто будет соответственно давать. Ну через БКБ Магнус хорош, нам нужен определенный дэмэдж. Это Вичдоктор, он с физдэмэджем. Опять же, я не знаю, опять же, нужно вообще еще на самом деле подхиливать. Поэтому Вичдоктор, с одной стороны, хороший момент для Ologic Gaming, с другой стороны, он очень-очень тонкий. Хотя, с третьей стороны, у Complexity есть всего один адекватный стан на данный момент. Это значит, что либо краши должны будут доставаться Вичдоктору, либо все. Spirit Breaker могут взять себе Complexity, опять же, для дополнительного контроля и станов. Скорее всего, именно он и будет у нас стоять вместе с Андой. Слушай, а ведь Хардлейнер нужен, как бы не Бурдап и Юиспике. Это Стар Даркор. А, да, сори, сори, сори. Ну можно, в принципе, да, нет, Тампларк, Мид нужен герой. Я немножко не так оценил ситуацию. Но Тампларк появляется в Complexity. С другой стороны, в принципе, что тут сказать. Минус Армор есть, и почему бы ей не появиться, да? Тем более, что она будет его только усиливать. Именно так. Были сегодня подобные стратегии, и, к сожалению, были... Неудачно тоже было, если ты помнишь. Я не помню, кто исполнял, по-моему, даже сами Complexity, либо MVP. Скорее всего, MVP скоро. Да. Если мне память не изменяет. Были комплексити против MVP, и делало это дело комплексити. Да-да-да. Важно в том, что No Logic Gaming. НЛГ. Да. The Last Pick. Ну, я предложил Witch Doctor как вариант дэмэджа в АОЕ, но он цыганимом будет неплохо дамажен в таком случае, если появится где-то маловероятно у Full Shepard от появления таких айтемов. Поэтому Дизраптор смотрится великолепно как продолжение того, что имеет комбинации NLG с сочетанием с Магнусом. Пока у меня мысль в голове есть, пока она не утучилась в Старство Морфея, Морфея, это все очень хорошо для No Logic Gaming, хороший пик и так далее, и так далее, и так далее, но... Есть одно но. Им нужно играть в Five Men Dota. То есть можно играть в пятером. Всегда. Если у них идет драка, они должны играть в пятером. Они это умеют делать, разумеется, как бы проблем с тем, как их не испытывают. С другой же стороны, по отдельности, вот если, например, Temple of Assassin, например, с Даззлом может что-нибудь придумать, там Даззл с Гирокоптером, ла-ла-ла-ла, то здесь, ну, нет такого прям яркого комбо, ну, кроме как Таска с, простите, Тинником, не более того. Ким Спик. Немножко команды должны подправить, прежде чем начать. Да, сейчас мы передадим эту информацию в нужные руки и продолжим играть. Свиндл. Свиндл. Ждем, да. Давай потом сейчас представим команды, когда оболзу дожму, чтобы просто не забыть. Да нет, нет, я просто читаю чатик, он сказал, говорит, я, кажется, сломал кондиционер, но, по крайней мере, он выключен. А, ладно, минус один кондиционер. А у нас нормально, кстати. Мне нравится, что у нас помещение не холодно, не жарко и реально комфортно работать даже в течение того времени, с которого работаем мы, потому что... Мы здесь с 10 утра, на сколько сейчас времени? С 9 я здесь нахожусь, да, и готовился к эфиру, и сейчас уже 23.00 по местному времени. Вот он, кстати говоря, наш ковбой. Наш ковбой, Spartan, который играет, в общем-то, в свои тарелки на таске. Игра начинается, друзья, давайте-ка смотреть последнее противостояние на сегодня. И что мы видим? Команда Complexity. Swindle Melons играет на Slordari, Limb играет на Gyrocoptery, Pinguinch играет на Templar Assassin, Swig играет на Undying, Henskin на Dazzle. Команда молодости нашей NoLogic Gaming. SSH Spartan играет на TASK и Madara, Ember Spirit, Excalibur Tiny. Milan, Disruptor и Мичу достается Магнус в этом случае. Ну, господи, я не могу сейчас просто, не знаешь, не поиграть немножко в Каспер и посмотреть, потому что, смотри, на Gyrocopter, какой у него классный, с треуголочкой, прям с лодочкой, прям он на корабле-вертолете летит. Нет, я не стану смотреть. Не стану смотреть и в артефакты, нет. Хотя, я только одним глазком, подождите. Одним глазком. Я спокоен. Ну что ж, а рун контрол. Рун контрол. Что тут у нас, игроки? Я думаю, что обойдутся тем, что заберут каждый свое. Мич, в принципе, здесь руна ему не нужна, достанется, скорее всего, на Excalibur. Ему будет важнее получить Боттл. И побыстрее мич пойдет в Харлинио. Возможно, ему как-то помогут саппорты некоторое время, ибо на линии стоит Мадаре, на Эмире. С одной стороны, герой вполне себе самостоятельный, с другой стороны, добавив на линию кого-то еще, и ты получишь машину-убийцу. А уж тем более, что у команды Complexity изначально даже по пику было видно, что будет дабл-линия. Это, кстати говоря, весьма интересно, потому что в таком случае они ослабляют одну из линий, где, соответственно, тоже будет, например, против триплы стоять кто-то, например, с командой NLJ, и посмотрим, что на этой линии будет происходить. Но Spartan в миде с Excalibur будет по известной причине. Даже не знаю, можно не говорить, почему. Хотя на некоторых зрителей это, ну, может быть, сюрпризом, но вот почему. Посмотрите, что здесь творят люди. И пингвинчик погибает. Ну, фактически, да, не хватает чуть демеджа, и буквально там останется 50 кп, он съедает и сто сверху накрывает его, но не будет еще одних шардов. Если бы чуть раньше кинул, не успел, тот отрегениться, хотя до конца, может, Spartan будет идти. Понимаешь, что шарды будут буквально через пару секунд, и неужели это будет фирсблат? Еще один удар. Главное, шардами не промахнуться, не промахиваться, но захилил Ханскин. Все, еще продолжают. Они сюда приходят уже Магнус. Шок вейф, и это фирсблат. Вот как красиво получилось. Хотя до самого конца не было понятно, кто здесь все-таки выживет. Самое приятное в том, что именно Таск гонялся за таргетом, и это время фармил в миде Excalibur. По крайней мере, пытался. Да, и заняты были. И Саппорт, который стоял в нянчил, и самую Templar. Да, именно так. И самая Templar, и тем более, что она отъехала. Более того, уже едет бутылка в руке к Excalibur, и у него все хорошо пока что. Да, хорошее начало с стороны NLG. Но я думаю, что Комплексити, как минимум, должны ответить то, что у них довольно сильная дабл-линия. И я посмотрю, если Spartan будет находиться в боте, дабла здесь против даблы у команды NLG, у команды Комплексити смотрится в разы сильнее. Это они под вышку с тамбой могут нырять, а уж тем более бедный Дезраптор их никак выгнать не может. Так что на топе я считаю, что Комплексити должны выигрывать свою дабл-линию. Или от нее нет смысла. Иначе никак. Мидл, если и сделали First Black, но достался он все-таки Магнусу, хотя с другой стороны это тоже довольно-таки интересно. Магнусу Филбэй достается. Он у себя на линии все продолжает доминировать, кстати говоря, правда. У крипов надо побольше малосхетить. В таком случае линия выйдет довольно успешной. Почему? Потому что Дазл был привязан сейчас к миду. Дабл-линия в топе. Означается, что Герокоптер один. Это столько денег Магнусу должно доставаться. Мадар с чиной отбросился. Ну, это та самая дабла, которая должна была выполнять свою работу, как мы только что про нее и рассказывали. Развиваются потихоньку тамба. Кстати, и денежки-то получает Милан. Тоже довольно-таки неплохо, с одной стороны. Мич. Рокетбарад шлимп. Ну, сбегает. Тут, кстати говоря, он его просто зонит, но... Есть реген. Нужно вернуться, подойти и продолжать добывать крипов. Магнусу нужно там по максимуму вывезти. Все же один Герокоптер в соло. Надо пользоваться таким моментом. Да, тем более, что от всяких там Рокетбараджа особо не будет никакого дэмэджа. С другой стороны, плохо. Опять же, что Матару нас убили наверху, потому что... Ну, это же таки... Керри персонаж команды No Logic Gaming. Само собой. У Swindle Mellons там и по крипам, кстати, неплохо идет. О, Undyne. А, Undyne, вы были проблемы, потому что он пришел домой. Обиде вновь, кстати говоря, Акамбу пытались замучить, но здесь все получилось несколько по-другому. Сначала шарды, потом то с крипом сверху. Немного ребята тут не смогли провернуть то, что хотели. А даже в таком случае даже Ханскер может стать этой целью. А почему нет? Вот и он. Он захилится, крест повесит, но все равно умрет. И пингвинчик не достанет, скорее всего. Спарта должен делать этот килл. И Excalibur на это время отступил, чтобы не стать целью для пингвинчика, опять же. Или Даззла. А на топе у нас вновь. Скврик вместе с Миндл Мелонзом. Справляется за вышку разведать. Че, как дела у команды NLG. Но пока, знаешь, я вижу, что крипстат у Мадар неплохой, что, опять же, заставляет думать мне, что, может, все не так уж и плохо. И Дабла не к концу своей задачи справляется, но вновь на падение. Кинетик Филд Мадара может погибнуть вновь, что, по сути, и происходит. Да, и нужно было боковать, и нужно было пытаться связывать самого Слордара, Господи, ты боже мой. Тут же он опять дает краш, у Дезераптора проблемы опять же со здоровьем. И Зет Фрик, тот самый ондайн, у которого было три стака дикэя на себе. Тот самый дэмодж, который он вливал, только благодаря этой его штуке. Это жесткая Дабла. Реально жесткая, и комплекшити молодцы, что пользуются подобными вещами на карте. Ну, грубо говоря, реализовывают свое преимущество в каких-то моментах. Возвращается и Дезераптор, и Мадара. И вновь возвращаются они к Парму. В конце концов, на 10-й минуте сравним их показатели в Нетворсе, и там будет вида. Что, почему? Слушай, знаешь, такой автопчик небольшой. Вот, Орбо Веном, да? Вот сколько она имеет такую картинку в Доте? Сколько она существует, вторая Дота? Только сейчас понял, что это просто шарик в зубах у змеи. Я никогда не воспринимал ее как забей. Мне только что дошло, что это на самом деле такое. Ну, в смысле, картинка. Да, многие думали, что это ананас, висящий какой-то в листве. Ну, вот я тоже думал, что это реально какой-то ананас в листве, но это в зубах змеи, ты видишь? Да, чувак, не стоит. Наверное, стоит поглядеть тебе на остальные итемы. Вдруг для себя найдешь что-нибудь еще новое. Если честно, может быть, на Аэрскане присмотришься там, вдруг и разглядишь что-то еще. 3-2, счет не временем на карте у нас. Все еще пока развивается. Стадия лейнинга, и на ней ребята стараются максимально заполучить себе преимущество. К примеру, Магнуса там у нас пришел немножечко дазл подчимить. Ибо пингвинчик себя чувствует в миде теперь наконец-то свободно. Но в крипах это не совсем так. Посмотри, насколько он остается. Аж почти на косарец. Своего ближайшего оппонента. Скалибра. Топ лейн, Свиндл Мэллоун. Отвечают здесь ребята от команды Комплексити. НЛЖ приходит. Ну, конечно, не без потерь. Спартом погибает. Рик. Здесь, в принципе, Дикеем накачался неплохо аж на три стака. Но куда он денется, когда там мидж рядом? Ну, тут и можно просто шоквейвом добавить. Тоттам даже туда добавляет. Еще и Скалибр, который сюда притал. И даблкил для Мадары. Даблкил для Мадары. И он, кстати говоря, тем самым себе очень много денег вернул за те киллы, которые как раз-таки им делали на нем. И если мы обратим внимание на Недворс, то он немножко выше, чем у Слардара. Но я пока верил в Слардара. Но на дистанции в Эмберспирита. Пока что так. Гирокоптер важно, чтобы еще себя на карте реализовал. Пока один ассист, это немного не то, что мы хотели бы увидеть. А колдаун у него уже есть. И что левел тоже. Мы все знаем, как гирокоптер должен играть на карте. Это больше активный герой, нежели чем пассивный. И его преимущество надо использовать и тут. Сминдл Мелонс. Кенетик Филд уже стоит. Мадара может пытаться из него выбежать. Там басса стоит. Прям наперед. Выходит Сминдл Мелонс на спринте. С теченным станом. И еще раз переходит Мадара дальше. И тут, кстати говоря, не заберут уж лучше Незраптора, чем Мадара. Так что это, наверное, для кор-героя НЛЖ лучше. Да, продолжаем разговор. У Магнуса есть реверс полярити. Это дело надо реализовывать и реализовывать чем раньше, тем, разумеется, лучше. И что у нас с телепортом? Телепорт у него не имеется в наличии. Я бы на самом деле на его месте перемещался так же, как это было раньше, на верхнюю линию. Здесь бы наводил кое-какой кипиш. Хотя с другой стороны нужно убивать лимпа. Убиваешь лимпа, проигрываешь фармящему персонажу команды комплекс в Тигейминг. Ну, такая вот дилемма. Калибр. Долго что-то зафармился, но имеет ТП-шку в руках. Правда, нет у него маны. Единственное, что сейчас как бы должно его порадовать, это то, что его боттл вернется к нему. И тогда он сможет на этой ТП-шке где-то себя проявить. Это очень важно сейчас для НЛЖ. Ибо их мидер сейчас получил очень много золота. Больше, чем их оппонент. И должен сейчас это использовать в командной цели. Сейчас посмотрим, будут... Ну, пушить тут, в принципе, некому. Тут два миличных героя и Ханскин. Они не могут атаковать вышку. Но они готовы атаковать по полной программе соперника. У Икскаригура есть хоста. И он двигается уже наверх. Рядом с ним как раз таки спертон. Слушай, они их запирают в таком случае. Сзади уже двое. Да, бутербродик, бутербродик. Свиндл Мелланс на спринте. Сприк уже поставил томбу. Ее начинает разбирать Миллана. Она не в самом лучшем месте оказалась. Ее уже разобрали. Икскалибр на хосте обратно. Лимпа, кстати говоря, глимсанули. Он успел дать кулдаун. И лимис полярец мич в одного сприка. Крестами сверху вешаются. Икскалибр на хосте также отступает от пельмичка. Умирает Мадара. И Свиндл Мелланс все еще жив. И лимп оказывается здесь. И тосит обратно. Икскалибр забрасывает в принципе их. И все еще жив. Но его трапой достали. Это неприятный момент. Шесть, семь. У него хосток кончился. Все очень не вовремя. Есть нет и палат. Но никто ему никак не поможет. Очередная трапа. Нейтралы. Нейтралы. Гирокоптер. Инсташот. Довольно-таки жестко. Три в одного. Оказалось, БНЛЖ имеет этот замес. Я имею в виду, что они уже его, считай, выиграли, когда они туда приходили. Но комплексти начинает набирать обороты. Две тысячи и выше. У них по золоту полторы тысячи по опыту. И так же растет. Да, хорошо сыграно, кстати. Я хочу показать, что там очень хорошо. Опять же, реализовали свой пик и лимб. Не забыл, что ему нужно прийти и подраться. Так как у него холдаун уже давно на готове. И там получил, кстати, три килла на той драке в топе. Все три килла получил именно Гирокоптера. И сейчас он занимает недаром первую позицию. И, конечно же, НЛЖ нескольким после этого начали завидовать. И вместе с Экскалибром Спартан отправляется решать этот вопрос. И, может быть, даже лимб станет этим вопросом, который нужно решить. Ну, конечно же. 3-0, давать Гирокоптеру фары, Мотан Экскалибром накатываются уже в сноубой. И там у Курьера можно потрогать, в принципе. Да нет, мы забрали. Он ничего не успел сделать. Харским уже здесь. Вроде бы с крестом туда отправлялся. Но с крестом оттуда он ушел. В руках, я бы сказал. Поэтому, минус 2 у комплексити. И вышку забирает НЛЖ. Как это выглядит. Ну, плюс косарик. На топе важным моментом является, что Фрик вместе с Миндл Мелонзом, вроде бы два милишных героя, да, решили все-таки здесь взяться за вышку очень плотно. И сбирают ее именно с Лордар, приближаясь тем самым заветному Блинк Даггеру. А здесь вышку разбирают НЛЖ. Хотя у них пока именно с пуш-потенциалом проблемы. Но на дистанции, когда Эскалибр получит свой Аганим. Правда, тут, конечно, нет Виспа, что дало бы ему существенный бонус атакспида. В целом, все равно это, ну, сам по себе, герой неплох. И вот у него появляется Блинк Даггер. Это сейчас очень важный артефакт, потому что есть некоторые саппорты, которые дают огромный плюс комплекс. Например, такие как Дазл, которые, в принципе, если вкусит тени, это будет неприятно. Линк, кстати говоря, тут с кулдауном. Это очень нехорошо, потому что, хотя рядом Ханскин, он успевает повесить крест. Мадара рядом нападает на Ханскина, понимает, что Линк уже фактически мертвый, забирает пищу Ханскина. Но тут как ни в поговорке пошло. Вроде бы погнали с двумя зайцами, двух и убили. А третий том бы поставил. Да, но проблема в том, что Мадара уже уходит сюда, хотя у него больше не остается никакой маной абсолютно. Но... Мидл лейн, кстати говоря, посмотрите, здесь у нас магнит. И Эскалибр подключается, промахнет. Промахивает вся. И, наверное, стоит уже отойти, но не Эскалибр. Тут уже не отойдет. Мидж не стал давать передоспалять. Я понимаю, что, скорее всего, не будет продолжения. А продолжение может быть... О, хорошо, он его скатывает на лоу-граунт, заставляя его зайти вновь сюда. У него маленький, довольно-таки, сейчас мукбит был. По максимуму сейчас неплохо отыграл Мидж, я считаю. Да, если у него подряд лучше гейминг, стоит вообще отходить отсюда. Да, отходить, потому что уже потери есть, и не стоит их увеличивать. Даже если мидл комплекции захотят забрать, не стоит за него драться, наверное, в таком же случае. Хотя есть глиф, и если они долго будут возиться с крипами, и появятся за это время сейчас Синя и Спартан, то можно будет прийти и подэфить. Говоря, в комплекте не стали идти, и бы Мидж всех крипов одолел шоквейвы. Ну и Мадара в этот момент фармил на боте, где, в принципе, сейчас пока занимает довольно-таки... Слушай, а посмотри, какие у нас по деньгам показатели. Да, они такие качельки, качельки, качельки. Знаешь, не-не-не, просто вплоть до предпоследнего места, даже вот до четвертой позиции снизу, деньги имеют почти все игроки на карте, причем в равном почти количестве. Это очень редко, когда так происходит, если честно. Это магия финального матча сегодняшнего игрового дня, сказывается, знаешь ли. Так, ну что у нас по башенкам тем временем? Две Т1 башенки стоят тут на LG. В Миду она уже почти продавлена. На боте еле-еле тронута. Соответственно, у ребят из комплекса здесь нетронутая, здесь тоже нетронутая вообще никаким образом. И здесь... Также нетронутая, потому что стоит здесь Т1, и здесь Т1. Да, я на Т2 начал кликать, и я уже поплавился. Дезератор получил шестой левел из Static Storm. Это сейчас очень важный момент для LG. Это у нас, напоминаю о том, что, так как мы уже поговорили о том, что, ну... У нас финальная игра сегодняшнего дня. Бо-2 противостояния. Первая карта... Первую карту получил как раз-таки коллектив No Logic Gaming. Что-то видно по этой желтой такой штучке наверху. Блинкдаггер получает Магнус. Это хардлойнер команды No Logic, он же Мич. Сыгра, кстати говоря, неплохо. Он ни разу не погиб. И имеет... Когда 2.01. А вот и комплексы, я не в смаках, они сейчас будут выходить куда-нибудь туда, поближе к Рошпиту, там, где они могут встретиться, например, с ребятами, которые формят... Смотри сам, они идут вслепую, Вижена нет, они идут во вражеский лес, так как план горы нет, но пока как-то они... Ой-ой-ой, Мич, Спартан. А все равно комплексити могут... Они нападают вслепую, это неприятно. И слушай, смог в ответ от команды НЛГ, они куда пойдут? Они будут прямо на них. Свинумелонс, в лесу, Тир-1, Мич. Если бы он знал, кто рядом находится, решил в одного пингвинчика сультануть, откатить его обратно, в этот момент у нас у Свинумелонс, и все, испортил кулдаун от Гирокоптера. Обер много дэмэджа, попадает, конечно, под дизраптер, он успел поставить на этих пил, хотя бы вместе со Старик Штором, что несколько исправило положение. Спартан не избивает лимп, тут расстрелить его сроки Береджа. Свинумелонс готов рваться вновь, Блинк Дайгер на готове, Слизин Краш нет. Поэтому пока имеет возможность отступать командой НЛГ, но врывается он по мяче вместе с Мадарой, под урацом Тиркскалибр, разбирается про каста, не хватает буквально 100 хп, чтобы забрать его. Подпилить его, конечно, за его тиммейта, в том числе Стрик и Ханскин. Хила достаточно более-менее у комплексти. Как вы можете заметить, в файте они действительно сейчас этим как раз-таки и выруливают. И Тир-2 в миде могут сейчас забрать. Хотя, наверное, не до конца. Нет, не смог. Типов просто мало. Но Драк, это в принципе... Вот этот Моку нам помог, но в целом она вышла как-то такой. Они потеряли Тампларку, которая довольно богатая, опять же, на карте, обратите внимание. И забрали при этом три фрага, но среди этих трех фрагов нет ни одного ключевого героя команды НЛГ. С другой стороны, у нас есть Эмвер Спирит, который 3-3-5, у которого топовый Нетворкс на карте в данном случае. И который все-таки собирает себе Battle Fury потихонечку, но у него пока что только лишь топорик из этого Battle Fury. Есть трава на речи, конечно же. Я что еще хотел сказать? Ровно то, что Тини, мне вот он интересен на самом деле здесь больше всех. Экскалибур, это некий такой запасной план. То есть у нас есть два Кора в виде, соответственно, Мадары и Экскалибур. Вот Экскалибур сейчас бы надо активизироваться. Чем больше он дерется, тем лучше будет для команды No Logic Gaming. Потому что, во-первых, ему нужны айтемы, а просто так выфармивать что-то уже не получится, ибо Мадара занимает все пространство для фарма, которое только есть на этой карте. Соответственно, нужны деньги. Без денег этот Тини уже не станет, но перестанет быть актуальным в то время как у Геркоптера появляется Сенч в руках. Скоро будет, может быть, даже Сенч Яша появится. Ну, пока тут у нас какие-то перемещения на карте мы видим. В целом, пока игроки довольно-таки разные, но комплексы несколько впереди по нигам. За счет, наверное, больше спушных вышек, я думаю. Хотя, знаешь, нет, у них не так много спушных еще и Кир-1 встать на боте. Хотя бы одинаковое количество, если даже посчитать. Да, реально, у них просто оно больше не сгруппировано. Оно сгруппировано трех героев, а у команды... Так, влетает, краж, дальше у Спартона будет проблемой, но он... Да, он в Сноубол уходит, кулдал, не по кому. Но в Сноуболе Спартон накатывается, но, скорее всего, погибнет. Он сможет отцвести внимание соперника на себя, пусть-то погибнет он, а не его тиммейты. Денег за него в любом случае эти мало получили. А тут еще и на лимпа, врывается Экскалибур, тосит его. Крест вверх удаст Ханскин в случае чего. Тут рядом находится также Милан и, наверное, Клиншин помог, но его нет. Но Старик Шторм на Ханскина позволит его забрать. Мич дальше готовится к врыву Ханскин. Ой-ой-ой, Сминдл Мэлло, он смешает мичу ворваться дальше. А все остальные уже передумали этим. Ну что ж, жадность тимми не руководит. Это хорошо, что они не поломились за ним черт знает куда. Да, абсолютно верно. Потому что это было бы ошибкой, а вот ошибаться здесь... Спяса, карахи, на самом деле, играют очень аккуратно, если присмотреться. Гейминг заставили свой лес сентри-вардами. Просто посмотри на это. Просто посмотри, сколько там сентриков, как они пытаются контролировать вижен врага в собственном лесу. Они больше, скажем так, стараются пока... Это им нужно за тем, что нападать мы всегда сможем. Главное иметь у себя, скажем так, все хорошо, чтобы было. И в лесах, соответственно, могли фармить те, кому это нужно. И больше, скажем так, да, пускай так лучше, чем, знаешь, чем нападать куда-то, иметь ворды во вражеском лесу. Лучше в своем иметь центре, действительно. Я считаю, что это правильный подход. Потому что есть множество героев, которые бы могли фармить в лесу, в том числе используя Эмповра Магнуса. Это и Тинни, не только. А уж тем более, что Экскалибр сейчас может понадобиться... Даже, может быть, даже БКБшку стоит ферст айтемом собрать. Как ты думаешь? У него уже Оготлап имеется. Оготлап имеется, конечно же, но не знаю насчет БКБшки. Хотя, да, она ему здесь нужна. Просто возьмет БКБ, будет драться лучше, будет жить дольше и будет получать гораздо больше денег. И так можно будет очень быстро взять себе и Аганим. Потому что Аганим, такая вещь, не дешевая. И БКБшка, в принципе, тоже. Просто если тебе будет Аганим, это не способен, будешь выживать в замесах, то... Да, толку будет, нет, ну, мало, да, понятно. Но, может быть, даже я бы лучше склонялся к Аганиму, нежели чем к БКБшку. Так, да, у нас были комплекты здесь. Свиндл Мэлланс на Спартана, отступает обратно. Явно думает, что тут какой-то подвох. Да, они отступили, хотя могли его даже забирать. Видимо, на Магнуса. Да, они, кстати, почувствовали, что позиционка-то они... Они так все луманулись на него. Позиционка пошла и не очень все хорошо получается. К тому же еще есть Свиндл Мэлланс, подставляется Киндзикфилд. Крест, еще и Хилл. В общем, а пока они забирают вышку... Они сейчас так хорошо стоят на спире под реверстрали, а ведь все просто забей. Глимс, Старик Шторм, Свиндл Мэлланс. Выбегает оттуда, потому что нет Киндзикфилда. И, в принципе, декомата комплекции, план выполнен. Это минус Тир-2. Ну, знаешь, карту занятием пока не удается, даже несмотря на спушенные вышки. Я бы сказал, что пока, как говорится, в футболе владение мячом, здесь у нас владение карты 50 на 50. Где-то так. Да. Именно так. Более того, что преимущество, которое имеется у комплекции гейминга, оно все-таки только 4000 по желту, 1000 по XP. Это все отыгрывается за 20 замес. Наркан-тапки, смотрю, там у Спартаны. Да. Хорошее приобретение, учитывая монопулы остальных героев. Можно себе заиметь. И себе этим этим сделать лучше. Вот Экскарибр хочет Фрошана, а? Но, опять же... Я рано, и, понимаешь, забирать нечем. Да, да, да. Вот в комплекте есть Лордар. В комплекте есть Тампларка. Тампларка с дезолятором. Вот как раз-таки в комплекте есть чем забирать. И лучше поставить там Вижн, да, вот что в принципе они сделали. И впоследствии лучше за него подраться, чем забирать самому. Теперь в смаках заходит, ребята, из Ноложи Гейминг. Во вражеский лес. Где и будут искать первого опавшегося... Ну, вернее, будут убивать первого опавшегося персонажа противника. И им может стать с легкостью Фрик, либо же Лимб. Да, Лимба будут первого трогать. Спартан здесь, пытаясь найти Фрико. Но Болл должен быть же сейчас. Пошел. Пошел кулдаун от Лимба. Лимба 9-го еще подпиливать сверху Спартан. И Спартан. Свал Рудбанч. Римас поляреки. И... Отличная РПшка. И на этих филстарик Шторм очень хорошо дизейбл. Все по таймингу, но демошей не хватило, к сожалению. Мы видим, что уже потери несет команды НЛЖ. А кто может, тот уходит. И, кстати, всем удалось идти. Дизраптор и тачки, к сожалению, были. Но малой кровли отделались ребята, на самом деле. Но... Они уже начинают конкретно прогибать эту игру. То есть, хотя... Ну, 4000, до 4000 не дошла даже планочка. Кстати, сейчас Рошана могут забрать. Очень быстро. И... Могут даже НЛЖ поторопиться и накосячить. Если уж не захотят отдавать. Потому что он реально упадет очень быстро. И выше Кир-2 в миде нет, чтобы туда хотя бы на них ТПшки пришли. От дизраптора и оттаска. Здесь они уже находятся. И... Экскалибур и врывается туда. И Макнус там находится. Но ведь они ворвались. Экскалибур пригибает. Выбивает Аегис. А ведь Тинни подобрал. Подожди. Тинни подобрал Аегис. Экскалибур. Экскалибур. Но он погибает вновь. Может быть это даже до своей плоды в будущем. Но все-таки я смотрю, что потери несут они. Ну и коноссальные, но несут. Аегис, то, что своровали. Это, конечно, факт. Но я даже не знаю. Реконект просит у нас ребята. Нечерашного. Смотри. Ну да. В принципе, если бы он был в руках в комплекте, они конструктивно бы использовали его как преимущество. Это было бы неприятно. Если бы учитывая, что сейчас NLG получили минус 2. И при этом, что Аегис пропал уже. Я считаю, что не все так плохо. Учитывая, что они должны тянуть игру до тех пор, пока Эмбер Спирит не станет там рубить. Будь здоров. Конечно. Но, опять же, Эмбер Спирит хорош в том, чтобы рубить лица. Этот парень под названием Таск. Вернее. Да. Эмбер Спирит хорош в компании. Ты уже не залипай. Смотри. Нас снимает камера, друзья. О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. У нас пауза закончилась в игре. Мы можем прямо сейчас переместиться. Возвращаемся. И я говорил очень умную мысль о ней. И я хотел дальше разговаривать. Эмбер Спирит хорош в отрывании лиц, но очень плохо в отрывании товаров. Вот что я хотел сказать по тому Таску. Ну, и Таску, и Тиннику надо будет очень много фарма для того, чтобы вынести себе айтемы, которые будут помогать им этим всем делом заниматься. Опять же, вот я вот смотрю на Милана, да? Дезераптор. Почему на протяжении двух замесов у нас был статик-шторм без кинетикфилда? То есть он не запирал никого в этом статик-шторме. Все, кто заходили, ну, были под этим статик-штормом, они все оттуда выходили своим пешком, как говорится. Ну, как это вот так? Почему? Почему? Кнопки не нажимаются, лаги, я не знаю, что творится. Знал бы, как он выглядит, что-то Милан. Я с ним пообщался после этого. Хотя я могу и пообщаться, так правильно? С Партаном можешь пообщаться, что это у вас такой за безраптор, да. Ну, 20-12, счет тем временем у нас пока на карте, можно сказать, несколько лидерами команды Комплексити, но преимущества таки не могут укрепить с собой полностью, и даже карту захватить они пока все еще не могут. Vision должны обновиться в собственных лесах. Ребята из команды NLG, чем мы должны сейчас заняться определенно. Собственный лес для них всегда был в приоритете. Ну, и Спартан сейчас тащит вард, и думаю, что поставят он где-то в этом районе. Здесь Мадара. Видел Слагдара, как он убегал на спринте, наверное, хотелось бы ему поймать. Вот вард, кстати, поставили. И здесь еще вард поставили. Такой вот Vision пока видим у команды NLG. Ну что ж, и Комплексити. Будут ли нападать интересно, потому что все у них вновь на готове. И кулдауны, и вивки. У них, в принципе, нет особо желких каких-то ультимейтов, да, которые бы прям по три минуты были в кулдауне. Поэтому фактически ребята готовы по КД играть. И очень часто готовы драться. Но Эмбер Спирит, смотри, как Мадара. Сплит пушит, летает на траволах. У него бэвка имеется. Да, летает на траволах. Его бафает на имповар Магнус, и он получает очень много денег на карте. Потом на боте теперь и находит. Посмотри, как он быленько забирает крипов. Лес сейчас заберет вражеский, в том числе. Хотя он немного рискует, но при этом, обрати внимание, что четкого контроля на него нету команды Комплексити. Ни Орчина, ни кого-то там еще. Со станом вплотную только Слардар. Да. Именно так 1700 голды у него в кармане. Ну вот трапа пошла. Ну что ты мне сделаешь? А вот хаста. Хаста же лежит. Хаста, во-первых. Во-вторых, сейчас эту хасту можно объединить со своими тиммейтами, которые находятся неподалеку. И, в принципе, Мадар идет вновь на разведку. Здесь спрингвинчик спрятался в Малдера. Интересно пытаться байтить, говорить ой, блядь. Зам! Радиант's top tower is under attack. Продолжение следует... 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 Будет дамажить по тревисполярнице Нет такого человека Просто нет такого человека Падают последние бараки И это победа команды Комплексити гейминг Со счетом 39-21 39-21, а, 40-21 Джи-джи пишет команда НЛ-джи и со счетом 1-1 Завершается последнее противостояние на сегодня Побенести капитаны комплексити Да, можно комплексити сюда, капитана Ха-ха-ха Не знаю, привезти кого-нибудь В студии, вон, ребята, вон уже Кайл подошел Нажимать руки своим оппонентам Товарищам Я бы хотел получить шляпу Хотел бы шляпу получить Не знаю, сейчас мне борода, пошел раздобыть шляпу